всем привет друзья меня зовут валерия спасибо что заглянули ко мне в гости сегодня я расскажу вам про свои текущие процессы продвижение процессов своих планах ближайших ну и поделюсь покупками немножечко расскажу о них итак на заднем плане у вас набор от производителя мелхил трикорд рид это финиш прошлого года очень простой легенький незамысловатый наборчик вышел все очень быстро и вот в период осени я буду теперь украшать им свой дом он совсем небольшой очень легкий вальшивит тут очаровательное привидение пуговка в форме привидения у нее сердечко тут милейший сюжет на самом деле все очень просто вышивалась внизу здесь тыквы изображены повыше дерево на нем шляпка еще всякие диковинные хэллоуинские изображения наверху тоже две тыковки присутствуют звездочка тоже тематическая ну в общем миленький такой сюжет он не занимает много времени отшивался на перфорированной бумаге все как задумано производителя вот у меня не так много на самом деле отшивых наборов милхил но есть некоторое число и они меня радуют ну а теперь о текущих процессах и первый процесс о котором я хочу вам рассказать это немю колдунья или зелье варительница очаровательный набор от французского производителя в своем предыдущем видео я рассказывала вам что не имела еще опыт работы с ним и тем более было очень интересно узнать что же это за зверь такой потому что в принципе все те видео что мне довелось посмотреть они были довольно воодушевленные и девочкам очень нравилось все ну и конечно же мне тоже хотелось попробовать и опять же здесь осенняя тематика хэллоуинская я подумала почему бы не начать набор вышивается на аиде 18 каунта я ничего не меняла все оставила как есть и вот что у меня получилось на сегодняшний день сказать что я довольна это ничего не сказать мне невероятно нравится этот сюжет работа в процессе поэтому канва немного мятая я обязательно вам покажу итоговый результат представлю в правильном виде ну а пока как есть этот очаровательный котик если вы ну либо кошечка если называть ее зелье варительницы то это судя по всему барышня у нее очаровательный паучок на шляпе и конечно же я вышивала с огромной радостью этот процесс ну и вышиваю собственно говоря в прошедшем времени я говорю потому что кошечка у меня завершена я сделала весь бэк закончила ее полностью и она мне очень нравится должна сказать что вышивается она на самом деле совсем не просто у нее очень частая смена ниток здесь присутствуют одиночки и сочетание цветов весьма разнообразное и очень интересное вот но каждый раз вышивая ту или иную маленькую деталь все отчетливо прослеживается и даже до того как вы проделаете бэкстич уже будут отчетливо видны те или иные детали бэкстич весь на окошечке вышивался в одну нить за исключением шляпы и лапок паука который с большим интересом наблюдает о том что же творится в котле вот такая вот работа я сейчас вам покажу ниточки не так достаточно много несмотря на то что сюжет совсем небольшой вот посмотрите сколько цветов ниток их прилично их совсем немало и учитывая что размер работы у нас 16 с половиной на 12 с половиной сантиметров не так очень прилично ну и за счет этого мне кажется такая глубина сюжета и насыщенность в работе присутствует один бленд и должна вам признаться что одной ниточки мне уже не хватило а именно номер ниточки у нас 407 это вот вот этот вот такой теплый розовый цвет ее не хватило да она закончилась гораздо раньше чем должна была и эта ниточка используется как сама по себе так и в сочетании с другим цветом как раз тот самый единственный бленд который здесь присутствует и да когда я приступила к отшиву котла эта нитка у меня закончилась но к счастью не сложно было ее найти вот но тем не менее я была удивлена потому что в принципе я привыкла к большим остаткам наверное потому что большинство наборов которые я вышиваю в последнее время они от производителя дименшинс там у меня всегда оставались хорошие запасы и при китайской сборке и при американской при американской подавно там с лихвой хватало еще на половину отшива следующего набора вот и да я была удивлена потому что набор аниме как мы знаем они достаточно дорогостоящие и для меня было удивительным что положили всего одну пасмочку совершенно не рассчитав при этом что этой ниткой нужно вышивать и кошку и котел и еще и использовать ее в бленде вот но ничего все поправимо от этого сюжет не стал менее милым он очарователен и конечно же я совершенно не жалею я очень вам рекомендую теперь и если мне еще будут попадаться наборы этого производителя я с удовольствием буду их приобретать особенно если они расширят диапазон своих тем потому что готика мне не очень близко и пивовары или что-то вот такое мне тоже не очень это все нравится вот а вот такие добрые милые сюжеты не совсем ординарные но они от них такая очень положительная энергетика мне весьма и весьма приятны вот так что такие вот у меня продвижение осталось завершить котел и приступить к тыкве и к очаровательной лягушке которые тоже такого интересного цвета серо-зеленого и конечно же больше всего мне хочется попробовать ниточку которая входит тоже в комплектацию это зеленая ниточка металлик я никогда не работала еще с такой нитью и здесь будут пузырьки которые взлетают на воздух они будут обшиваться вот этой ниточкой и у меня руки чешутся не терпится к ней приступить так что это был мой первый процесс о котором я хотела вам рассказать следующий процесс довольно популярный вышивается многим мне кажется многими мне кажется что можно даже не показывать обложку этого набора это полуденный чай от производителя dimensions это была моя мечта я очень долго искала его и рассказывала вам что заказывала перенабор который мне прислали из россии в америку я к нему с удовольствием приступила и до сих пор наслаждаюсь им и влюбляюсь в него ежеминутно надо заметить что набор не из легких у меня отшит первый лист из четырех и не быстро вот уже третий месяц как я работаю над этим набором но у меня сейчас три процесса и возможно если бы он был одним то работа продвигалась бы значительно быстрее но он не легкий здесь очень много отделочных швов огромное количество бека на 18 конве здесь вышивается нитями в 5 и в 6 сложений в 6 практически весь полукрест вышивается это тоже нелегко пальцы устают но потрясающая красота этот эффект 3d и ну что тут говорить невозможно оторвать взгляд от этого от этой работы вы видите я сделала уже лэйзи-дэйзи на скатерти они тоже отняли приличное количество времени очень много здесь французских узелков колоссальное количество просто россыпь французских узелков и есть еще бэкстич с золотой ниточкой металлик две ниточки металлик и одна нить мулине то есть в три нити вот этот вот сервис фарфоровый обшивался и посмотрите как здорово дизайнерам удалось передать объем скатерти и стала вот смотришь и просто диву даешься насколько стол выходит на первый план за счет чего за счет отделки бэком или за счет разного сложения нити или сочетание цветов тут много на самом деле вариантов но взглянув один раз на эту работу ты прекрасно понимаешь что здесь изображено и сомнений не возникает никаких как вы видите с левой стороны у меня уже отчетливо виднеется платье старшей девочки голубой бант начал прорисовываться которые на шляпке у нее то есть все самое интересное мне впереди вот и я уже неплохо перешла на второй лист работы потому что не хочу чтобы были четкие стыки между листами я всегда стараюсь плавно перейти на следующий лист хотя это тоже не совсем просто поскольку этот набор у меня уже китае производился создавался и здесь схема разделена на 4 части и она двусторонняя имеет абсолютно не нравится потому что склеивать я не хочу мне кажется она тогда слишком огромный ошибиться тоже боюсь потому что не просто ну вот как вы видите у меня здесь один лист совершен за исключением вот нескольких крестиков наверху белым цветом я помню что буковка ай это белый цвет вот ну и вот так вот неплохо я перешла уже на второй лист и даже затронула 3 неплохо так разбежалась по всей схеме ну просто потому что мне очень нравится результат хотя повторюсь сама работа нелегкая требует достаточно усилий затрат но она очень радует своим результатом вот ну это пожалуй все что я хотела рассказать по полуденному чаю и последний третий процесс которому я приступила недавно и планирую закончить его до 1 декабря сейчас объясню почему именно до 1 декабря потому что это вот такой адвент календарь вот производителя буцилла он называется той шоп причем шоп написано как писали в старину с двумя пи и с буковкой и на конце вот такой очаровательный адвент календарь выпущен он был в девяносто первом году и довольно довольно долго лежал в моих запасах несколько лет а в этом году я подумала что надо обязательно вышить потому что еще пару лет и мои детки детки подрастут и он уже не будет для них актуальным и игрушечки этих не будут радовать им не будет интересно их развешивать поэтому я за него взялась довольно активно и сейчас я вам покажу что у меня получилось за вот эти несколько дней получилось вот что на самом деле не так много но мне уже нравится мне все нравится здесь минимальное количество бэка и вышивается все очень просто как вы видите голубое это такая вот занавесочка сине-голубая она вышивается очень просто никаких тут сложности нету просто периодически заглядывай в схему и шируй себе от края до края вот здесь красивые цвета они довольно простые очень яркие красочные ну естественно рождественские цветов немного 24 цвета органайзер здесь не входил комплектацию поэтому я свою бабочку пристроила очень много ниток и вот 24 цвета они простые несложные тут не запутаешься и нету там бледно светло-голубого или темно-сине-зеленого здесь все очень просто просто темно-красный желтый оранжевый розовый ну и так далее нету никаких сложных оттенков вот мы возможно потому что до девяносто первом году еще не было такого изобилия цветов но тем не менее очень все красиво и набор также входили пайетки я вам показывала мне кажется в прошлый раз и бисер красный он довольно крупные гораздо крупнее бисера которые входят наборы мелхил ну или просто бисер производителя мелхил и вот такие деревянные игрушечки они мне очень нравится они не потеряли абсолютно своей яркости ничего не стерлась не смылось я их пока оставила запечатанном виде просто потому чтобы потому что хочется подольше сохранить свежесть и яркость красок вот очень легкий набор этот вышивается на аиде 14 каунта также входит фетр в набор для задней стороны и вот такой вот держатель он тоже вот такой держатель которому потом будут крепиться кисточки которые я должна сделать еще никогда не делала но знаю что это вроде бы не так сложно вот ну и все собственно говоря он довольно длинный ну и и узкий вот здесь указано в инчах 12 на 24 ну да он он будет приличного размера но поскольку все вышивается на аиде 14 каунта продвигается все очень быстро я говорю что вот эта работа буквально там двух-трех дней точнее даже двух-трех часов в течение этих двух-трех дней вот очень интересный мне очень нравится я получаю большое удовольствие от этого процесса и надеюсь что смогу успеть и 1 декабря мы начнем свой отчет до крисмоса такой вот у меня третий процесс о котором вам хотелось рассказать но и дальше покажу вам свои покупки буквально несколько минут назад я сказала что у меня немного наборов от производителя мелхилл но и вот я решила приобрести еще один это старенький наборчик мелхилл это какой же у нас год 2003 ну кстати не такой уж он и старый вот видите здесь есть сразу несколько шармиков сколько тут аж три шармика это кролик месяц а даже даже больше тут шармиков два крупных шармика и три маленьких шармика до месяц и звездочка что ли вот он очень интересный красиво я никогда еще такие не вышивала наборы подвесные трожить степень band kit интересное интересный наборчик тут дерево осеннее в качестве листьев бисер красивый скворечник кардинал прилетел и в самом низу сидит очаровательный кролик мне кажется что это процесс двух-трех дней он милый я сначала сомневалась нужен ли он мне а потом что-то так мне понравилось у меня немного осенней тематики в запасах и этот показался очень милым и заборчик этот хорошенький такой калиточка беленькая но в общем он милый мне захотелось его приобрести так что может быть и его высшую видите ниток здесь крайне мало а бисера много вот интересный наборчик красивый думаю что вышивать его будет здорово следующий набор наверное многим из вас хорошо знаком это производители дименшенс голд петит 8745 вышивается на аиде 16 каунта здесь изображена знаменитая парочка кардиналов милый очень сюжет он напоминает аврора что ли как же это называется зимняя хижина где тоже такой заснеженный домик из золотой коллекции дименшенс на синем фоне там все такое синие синие он у меня тоже есть и как будто бы это тот же самый дом изображен только с другого ракурса и конечно же сильно уменьшен в размерах вот здесь такая да грей аида ниточки американская комплектация моя любимая ну и стандартный размер 13 на 18 набор был произведен в 2004 году вот следующий это тоже производитель дименшенс вот такой love sampler я ни разу не видела его в отшиве и совершенно случайно он попался в продаже артикул 3725 и по картине известного многим художника кэрон эйвори не знаю почему но не видела я отшивов этой работы ни разу мне не попадалось я где только не искала но наверняка есть не сказать что я прям упорно пыталась найти размер 23 на 30 сантиметров вышивается на иди 14 каунта и набор был произведен в девяносто втором году так что до этому наборчику уже 30 лет и посмотрите при этом какие красивые ниточки ничего с ними не случилось с конвой тоже и видно что набор хранился должным образом все чистенько аккуратненько конечно же приятно будет его вышивать красивый наверное я здесь только заменю аиду хотя я никогда ничего не меняла в наборах дименшенс но здесь уж слишком много не зашитого пространства и я боюсь что дырочки будут слишком очевидно на канве но возможно и нет посмотрим дальше будет видно так еще один набор он попался совершенно случайно это тоже марти белл известный художник ready for christmas готова к рождеству ну или готовность к рождеству я тоже не видела его никогда он интересный необычно здесь изображена украшенная елочка рождественская красивая гирлянда над лестницей огромное количество подарков щелкунчик неподалеку от елочки сидит и все вот в стиле марти белл все вот такой вот пестренькая интересная уютная очень работа я думаю что нелегко и не быстро она будет отшиваться и не к этому рождеству я ее собираюсь к ней приступить видите как много здесь не так их очень много и да это вот ниточки dmc здесь я не вижу даже размера он не указан нигде но мне кажется что он будет немаленьким судя по всему аиды здесь тоже 14 либо 16 нет никаких познавательных знаков только сказано о том что нужно прочитать инструкцию что здесь будут присутствовать французские узелки сейчас постараюсь сдвинуть ничего не видно да там я могу отчетливо увидеть что размер ткани и больше я ничего не вижу потому что прикрывается все тканью но я чуть попозже не совсем чуть попозже когда я приступлю к нему я обязательно вам расскажу артикул набора кей 572 интересный редкий набор не видела его не в запасах не в отшивах и мне кажется здорово будет вышиваться ну и последний набор это тоже дименшин золотая коллекция вот такой вот королевский замок очаровательный замок и как вы видите это тоже кэрон эйври опять же не видела я отшивов мне кажется ни разу это сэмплерная тематика я когда-то рассказывала что сэмплеры я тоже не часто вышиваю но периодически хочется ими разнообразить свой вышивальный ассортимент и мне очень понравился этот сэмплер очень понравились лебеди над замком как мне кажется летит голубка по краям с двух сторон изображены только на речке то ли какие-то еще такие золотистые птички интересные замок этот очень красивый виноградная лоза на арке интересный рисунок вот как во всех сэмплеров возможно при отшиве он немножечко надоест но с другой стороны появится автомат и на автомате будешь сидеть и вышивать это все и соответственно сильно ускориться скорость вышивания этот набор был создан разработан в девяносто четвертом году размер 38 на 48 сантиметров артикул 37 79 вышивается на аиде четырнадцатого каунта и здесь в комплектацию тоже ходит входит бисер я покажу ниточки он еще запечатанный не так огромное количество и они очень красивые какие-то конфетные просто невероятно красивые но и знаменитый бисер от dimensions опять же скажу у меня нету к нему никаких нареканий мне он нравится и я его не раз уже использовала при отшиве своих работ вот что у нас с этой стороны но здесь исходные данные цвета ниточек и как разобрать сами нитки вот и все мои покупки все пожалуй что я хотела вам рассказать если у вас есть какие-то вопросы пожелания пожалуйста пишите я буду рада общению с вами и желаю вам всего доброго хорошего времяпровождения крепкого здоровья до новых встреч пока пока